Сейчас мы проведем замену масла на олеомаг. Нужно завести, прогреть, потом открутить заливную горловину пластмассовую, там сливного болта нет внизу, и придется шприцом высасывать с картера двигателя масла прогретого. И зальем новое масло олеомаг, фирменное. Сейчас февраль месяц, на весну подготовим, чтобы газонокосилка была на ходу в рабочем состоянии. Тут откручиваем вот эту масляную горловинку и будем насосом высасывать с картера масло. Сейчас зальем бензин в бак, потому что бак тут пустой. Долго откручивать надо. Резьба такая вот. Крышечку пока положим. Десять метров. Канистру металлическую. Зальем для нас, что пятый бензин. Такое масло фирменное мы забываем. Этим шприцом, еще советским, будем работать. Выбирать масло с картера. Сейчас Денис налет нам бензинчика. Сейчас подкачаем. Сразу не заводится, потому что долго стояла газонокосилка. Работает очень громко. Я не знаю, как они в Европе с этими газонокосилками. Ну, пускай поработает, прогреется масло. Потом мы зальем масло и зальем новое, свежее. Зальем мо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Денис сейчас почистит Вот это на улице прошлись по асфальту И уже вся в пыли В общем она на ходу легенько идет сама Газонокосилка самоходная Ну и катится очень легко Можно даже быть с двигателя Так легенько катится просто чудо У нас перед этим Была газонокосилка китайская Тяжело было ее катить А это просто удовольствие одно Как будто она сама едет И не надо включать самоход Ключик такой торцевой хороший Советский на 10 головок Ну и будем сейчас Открутим направляющую Эту горловину пластмассу О, сорвали Не знаю, у нас шприц тут Там резинка может уже высохла Может придется покупать новый шприц Так, выпало шуту А, это направляющая Дистанционная Между корпусом Вот Сюда Потом надо будет вставить Все, вытаскиваем Вот такая Пыли грязная Так, сфокусируемся Работала Есть резиновое уплотнительное Колечко уплотнительное Это хорошо Все Сейчас Почистим И попробуем Масло Выкачать С этого отверстия Сейчас посмотрим Как у нас получится Нет Шприц Мы с Мариуполя Забрали Шприц Тут Припаяно Все Медная Трубочка Вот это Что у меня смущает Что Резинка уже Деревянная Тут Холодная Она может Свою функцию Не исполнять Попробуем Нам надо как-то высохнуть масло Потому что Там Свернового Отверстия Отдельно Нет На корпус Здесь Да Я вытру Тут На горлови Чистенько Ну что Пробуем Так Она вроде Что-то Там Сосет Емкость Есть Куда Сливать Сейчас Найдем Бутылочку Что-то Соснова Ну Посмотри Что Она Тут Можно Сюда Положить Чтобы Масло Не Катало Сюда Нет Ничего Значит У нас Может И не Получится Что-то Там Качнул Надо Покупать Нас Пойдется Ничего У нас Не Получится Если Перевернуть Взобственно Да Это Надо Слив Как Бензин Не Потисли Не А Сливного Неды Не Присядь А Такие Ножи У нас Тут Стоят И К сожалению Слива Нет Надо Будет Что-то Придумать Как Слить Мы Подложили Тряпочку И Сейчас Я Его На Бок Так Прокину И То Что По Другому У Нас С Этим Спритцом Не Получается Не Высасывает Денис Возьмёт Такую Плоскую Тарелочку Я Буду Переворачивать А он Попробует Чтобы Масло Туда Стекало Вот Такую Пластиковую Тарелку На Нести Давай Я Переворачиваю Идёт Идёт Присядь Идёт Идёт Присядь Хорош Хорош Набрал Видишь Так В баночку Снимаем Сюда Денис В баночку Подожди Пойдём Вот так Масло Грязное Выработка Видно Там А ну Давай Ещё Подложи Мануала Нигде нет Как масло Там Слило Бензин У нас Полный Бак Нигде Не течёт Ничего Течёт Набрал Да Толзи Это Тише Сливай А потом Я думаю Там уже Нема Нема Ничего Нет Ничего Видно Выработка Сколько Туда Масло Входит По инструкции Нам Смотрите Мы По щупу Так Давай Ещё Не знаю Ну так Прощай Да мне Вот Отпределить Всё Да Там Ну давай Я тогда Вытаскиваю Всё Я на всех Суше Ещё Набук Переверну Тряпку Нанес Туда Не запачкать Пол Давай Давай Это Набук Там Ничего Неста Смотрит Отодвинь Что Начало Масло Прискать Да Я думаю Уже Там Чисто Всё Чисто Почти Чисто Так Так Ну таким Макаром У нас Получается Теперь нам Надо Запись Плюсом Моя тряпочка Вытру Это Вытру Я Вытру Уже Полностью На На Сухе Так Крышку Можно Открутить Тут На Пол Оборота Ну Видишь Тоже Под крышку Зай Вот Вот Уже Под крышку Под крышку Под крышку Под крышку Ну что Сейчас Мы Сделали Будем Собирать Зачистим Так Вставляем Вот До Щелчка Грибочком На Эту Сторон Ко Мне Тут Дистанционная Шайба Будет Вытащена Все Все Сильно Зажимать Не надо Так Теперь Нам Надо Завить Маску Так Шуб Там Начерти Есть Начерти Есть Ну там Мало Наверное Давай На Аноту Полные Так Давай Тут Мое Залим Тут Найдем Тут У нас Сухо Тут Есть Меточки Верхняя Нижняя Не подписано Так Заливаем Моторное Масло 4T Мотор ОЛСАЕ 10 В 30 Для Четырехтактных Специальных Двигателей Масла Давай Лидейку Ну я Попробую Опа Попопопопопа Так Так Тряпка Нужна Сильно Заливаем Моментально Требет Ну тут Было Мало Масла И Надо Было Ходить Требет Полная Бутылка Сюда Не Заход Тут 0,6 Литра 0,6 Дискат Давай Новую Новую Бутылку Слейку Конечно Лучше Мы Наверное На Прям Это Такое Масло До Четырех Так Двигатели Залили 0,6 Бутылки Немного Конечно Неудобно Это Все Дело Так Сколько Тут О Ну Мы Еще раз Заведем Попробуем Как Поработает Чтоб Снова Ох Так Много Уходят Так Проверю Это Может Там Много На Положит Щупом Проверим Сколько Там Уровень Такой Фото Показывает Выше Аккуратно Поверхнюю метку Да Денисов Да Еще раз Закрываем Тогда Тут Получается В бутылке Сой Слили Еще Три деления Осталось Надо Надо Чтобы Не Низу 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 Вот Вроде Чуть 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 Не Хватает Надо Далить Низу Или Достаточно Или Достаточно на два деления там тоже так было до пол бутылки или больше чуть больше нижний, чуть подсчитал до верхнего ну даже если положено чуть выше нижний можно было еще давить, я думаю впать масло заменили протерли все сейчас мы заведем посмотрим как будет работать газ ну до конца можно не поднимать на тревязках не получилось а знаешь, что мне доводится? потому что я наверно на бок колю масло куда денешь? так, что все равно видно, да? разобрали мы, ну тут крышечку сняли, воздушный фильтр карбюратора он оказался залитым маслом почему, не знаю, мы на правую сторону переворачиваем, не на левую и, конечно, надо посмотреть как промыть фильтр внутри он чистенький, а снаружи есть тут пыль такая ворсенки типа и масло каким-то образом попало сюда на фильтр без фильтра двигатель легко загруз а с фильтром видно из-за того, что насыщенный маслом слабо пропускает воздух ну все, будем собирать ставим на место и одеваем крышечку даже крышечка у масла тут внутри только снизу с нижней части крышки масло было так и одеваем сначала, давай еще раз снимем вот тут карбюратор отверстие карбюратора вставляем фильтр воздушный вот так вот тут рябиновые обойма рябиновые вот эту нижнюю часть вставляем и защелкиваем все крышка одета и я сейчас попробую завести и я сейчас попробую завести заводим 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 еще раз заводим ну что, работу закончили руки помыли вода холодная в гараже туфли рабочие грязные ну как положено теперь это тоже нужно смотрю мануал конкретно как-то не написано как менять масло написано как нужно менять как что подогнал он инфекция он что и и и можно и и